хотел всегда быть первым в этом деле чтобы не случилось она будет с тобой в каждой ошибке есть что-то свое хит надо лепить реально и он нужно строить над ним работа над каждой буквой ты же не будешь допустим своим внукам рассказывать что ты когда-то где-то был там в топ-чартах им это неинтересно ты можешь им дать вот смотри девочкам только низ надо качать нормально и все больше ничего не зачем девчонки бить собственно тема на ру тв всем привет меня зовут ксения акчурина в эфире телеканала ру тв программа тема и нас с вами ждет целый час прямого эфира сегодня у меня в гостях самый прослушиваемый артист 2022 года в россии на youtube ислам и тляшев привет ислам привет 396 миллионов просмотров это очень внушительная цифра как ты думаешь в чем секрет такого успеха я думаю первое это характер стремление хотел всегда быть первым в этом деле первым а почему именно эта песня как думаешь кобра потому что это дерзко звучит я не знаю почему но я когда послушал не готова песню то есть прочитал текст этой песни я понял что эта песня уже зацепить людей зацепить людей а какой-то женщины вдохновлялся когда писал эту песню кто она такая женщина кобра эта девушка выдуманная история ну то есть прям конкретно такой нету но в голове есть представление о такой девочке какой момент ты вообще почувствовал что к тебе пришел успех пришла популярность может быть какой-то вспомнишь свой первый большой гонорар вообще моя творческая карьера началась с песни салам алейкум это вообще лезгинка это первая песня которая попала в чарты то есть пока что еще ни одна лезгинка не попадала и вот после нее все пошло просмотры прослушивание я попробовал спеть еще одну лезгинку она не пошла я решил поменять стиль вообще музыки на сегодня в эфире ты к нам как раз пришел с треком кобра и споешь его в эфире я думаю наши телезрители очень это ждут а вообще вспомни вот на что потратил ты свой первый большой гонорар может быть себе купил какой-то подарок или может быть близким маме я раздал всем разделил деньги и раздал всем племянникам маме папе дяди тете то есть всегда если какие-то деньги я зарабатываю первый раз с какой-либо деятельности я всегда их раздаю первую очередь тема нару тв прямой эфир программы тема продолжается сегодня нас гостях ислам и тляшев ислам если говорить о творчестве то ты недавно выпустил альбом из шести треков а многие артисты так делать не любят говорят что не каждый трек долетает до слушателя почему так много сразу и ты за альбомы все-таки или за синглы я вообще за синглы но в этом случае почему я выпустил альбом ну что у меня был такая пауза была у меня месяца три и мои подписчики просили чтоб я выпустил сразу несколько мои слушатели и я решил сделать такой для них новогодний подарочек выпустил 6 треков сказал слушайте наслаждайтесь и решил опять что ты делал на какой-то трек ставку или вообще считал что все треки понравится одинаково насчет насчет альбома я не делал никаких ставок я трезво вижу песни уже свои готовы какая песня хит какая песня среднячок и то есть с альбома никаких песен акцента не был но мы сейчас уже тщательно готовим реально хит еще альбом или нет ну уже одну песню которая действительно когда она выходит в мае месяце да то есть к таким песням и подходим особо по другому каких-то женщин пока не буду ничего рассказывать там такая интересная история с этой песни пускай это будет пока загадка даже название трека пока лучше не говорить а с альбомом гастролируешь вообще часто у тебя выступление проходит да да очень часто и сейчас у нас намечается тур а сколько в месяц концертов даешь бывает 12 потому что если мы сделаем 15 концертов месяц это считаю что без выходных мы работаем потому что день дорога следующий день концерта то есть так тоже не вариант получается каждый на работе сколько вообще стоит твое выступление сколько стоит выступление исламу и тляшева можно дозвучу можно озвучивать один лям а есть вот какие-то мероприятия на которых ты категорически не будешь выступать отказываешься и все может какие-то свадьбы или частные мероприятия вообще такого нет что прям вот категорически не хотим но у нас просто не получается сейчас так как у нас свои концертов очень много у нас просто не получается выступать на свадьбах на день рождениях и так далее просто физически такой график плотный но бывало такое все таки вот отказывал вот говорят выступе а ты не хотел может быть райдер не выполнили какой-то нет всегда все все выполняют пока таких случаев не было а вот кстати что есть своем райдере всегда у всех эти интересные такие случаи кого-то носки там футболки какие-то фрукты у тебя что такого особенного мне даже неудобно говорить за свой райдер потому что он настолько скромный скромный райдер но это тоже интересно что туда входит перелеты проживания питания принципе все как бы то есть наскоп никаких нет мне неудобно так настолько наглядь я не знаю может шоу-бизнес меня дальнейшем изменит не буду говорить что будет дальше но на данный момент пока что мы надеемся что и дальше ты сохранишь вот такую вот открытость тема нару тв друзья прямой эфир программы тема продолжается а наше фото совсем скоро появится социальных сетях телеканала ру тв заходите обязательно вконтакте в телеграм-канал и задавайте свои вопросы а самые интересные мы озвучим прямом эфире и ислам обязательно на них ответит ислама как ты считаешь вообще важно ли артисту пользоваться социальными сетями конечно конечно важно ты пользуешься активно снимаешь что очень важно потому что у каждого артиста должна быть своя платформа то есть свой фундамент без разницы в какой социальной сети ну то есть это та аудитория которая чтобы не случилось она будет с тобой есть артисты которые после хита они этим не пользуются не набирают свою аудиторию и когда хит идет вниз они просто пропадают вообще с поля зрения то есть вот такой момент а фанаты тебе часто пишут конечно пишут отвечаешь да а хейтером отвечаешь бывает что злостные сообщения может быть блокируешь сразу бывает отвечаю до редко редко отвечаешь на но были такие случаи а как думаешь вообще соцсети помогают продвигать свои вот треки свою музыку конечно конечно это база если у тебя нет своей аудитории очень тяжело что-то добиться таргетом то есть без этого сейчас никуда обязательно нужно интернет использовать многие артисты также зарабатывать еще на рекламе вот тебе предлагают рекламу честно говоря я этим никогда не занимался и не занимаюсь потому что предлагают потому что из допустим своей социальной того же инстаграма я не хочу делать сайты где продают запрещенная в россии кстати социальная сеть важно отметить да 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 но ты рекламу не делаешь и считаешь что нужно только творчеством там делиться в социальных сетях да короче из своей страничке не хочу делать авито тема нару тв программа тема продолжается сегодня нас гостях ислам и тляшев ислам чем занимаешься вообще свободное время ходишь ли ты в караоке например многие артисты ненавидят туда ходить и ненавидят петь свои песни там а ты поешь конечно ходим в караоке но я люблю больше слушать тех которые поют потому что есть свои треки которые я спел как минимум по 10 тысяч раз как ты думаешь после стольки исполнений есть желание у меня вообще петь я не знаю ну теперь не на концерте а свободно в свободной форме в караоке нет такого желания я лучше послушаю а чужие песни поешь чужие пою да а часто слышишь как твои песни там твои друзья например поют ошибки в их исполнении наоборот в каждой ошибки есть что-то свое фишка какая-то фишка какая-то но все-таки если песню поют караоке значит это хит и как его сделать я думаю это должен быть вкус у артиста во первых и у каждого вкусы разные но он должен конкретно четко идти по своему вкусу и потихонечку набирать аудиторию себе больше и больше в чем секрет хита вот ты садишься и думаешь я сейчас напишу хит хит надо лепить реально его нужно строить над ним работа над каждой буквой если тебе не понравилось как ты спел какую-нибудь букву лучше пойти перепеть ее потому что я сколько раз пробовал на ура выпускать не катит нужно работать над хитом как минимум месяца три-четыре но если нужно работать значит есть все-таки формула вот в чем секрет вот ты знаешь я напишу сейчас хит что ты должен для этого сделать может быть рифма какая-то или определенная мелодия должна быть я думаю мотив мотив припев мотив должен быть со вкусом музыка музыка а кстати о музыке на днях состоялась премия грэмми такая общем мировая ты бы хотел там побывать хотел бы получить такую высокую вот награду конечно как и другой любой артист я думаю все об этом как бы мечтаю конечно очень приятно это то к чему ты шел не напрасно будет что до помнить поддержать рука как думаешь награда то есть все-таки важно для артиста это показатель успешности конечно конечно ну ты же не будешь допустим своим внукам рассказывать что ты когда-то где-то был там в топ чартах им это не интересно ты можешь им дать вот смотри заслуженный артист допустим или там вот премия рут-в и премия рут-в и так далее конечно тема на рут-в программа тема продолжается сегодня нас гостях ислам и тляшев ислам чем занимаешься вообще свободное время ходишь ли ты в караоке например многие артисты ненавидят туда ходить и ненавидят петь свои песни там а ты поешь конечно ходим в караоке но я люблю больше слушать тех которые поют потому что есть свои треки которые я спел как минимум по 10 тысяч раз как ты думаешь после стольки исполнения есть желание у меня вообще петь я не знаю ну теперь не на концерте а свободно свободной форме в караоке нет такого желания я лучше послушаю а чужие песни поешь чужие пою да а часто слышишь как твои песни там твои друзья например поют ошибки в их исполнении наоборот в каждой ошибке есть что-то свое фишка какая-то но все-таки если песню поют караоке значит это хит и как его сделать я думаю это должен быть вкус у артиста во первых и у каждого вкусы разные но он должен конкретно четко идти по своему вкусу и потихонечку набирать аудиторию себе больше и больше в чем секрет хита вот ты садишься и думаешь я сейчас напишу хит хит надо лепить реально его нужно строить над ним работа над каждой буквой если тебе не понравилось как ты спел какую-нибудь букву лучше пойти перепеть ее потому что я сколько раз пробовал на ура выпускать не катит нужно работать над хитом как минимум месяца три четыре но если нужно работать значит есть все-таки формула вот в чем секрет вот ты знаешь я напишу сейчас хит что ты должен для этого сделать может быть рифма какая-то или определенная мелодия должна быть я думаю мотив мотив припев мотив должен быть со вкусом музыка музыка а кстати о музыке на днях состоялась премия грэмми такая общем мировая ты бы хотел там побывать хотел бы получить такую высокую вот награду конечно как и другой любой артист я думаю все об этом как бы мечтаю конечно очень приятно это то к чему ты шел не напрасно будет что-то вспомнить поддержать в руках как думаешь награда то есть все-таки важно для артиста да этот показатель успешности какой-то конечно конечно ты же не будешь допустим своим внукам рассказывать что ты когда-то где-то был там в топ-чартах им это не интересны можем дать вот смотри там заслуженный артист допустим или там вот примеру тв например примеру тв и так далее конечно тема нару тв ислам вот мы услышали что глюкоза про и поет про антистресс а что является антистрессом для тебя может быть спорт какой-то груша груши и как выбиваешь до хорошенько занимаешься в зале например до груша очень нормально снимает стресс спорт вообще сам по себе самое лучшее успокоение как часто занимаешься им сколько раз в неделю сколько раза четыре три-четыре раза в неделю а сколько часов проводишь зале утром или вечером где-то часа полтора а ты тренируешься а есть какие-то еще необычные у тебя хобби как с друзьями любишь проводить время на охоту хожу на охоту как часто летом зимой когда снег выше колена тут уже очень хорошая тренировка для организма бывало такое что время охоты приходит вдохновение на новые песни конечно конечно туда я и хожу не то что там кого-то поймать или что чисто развеется чуть отвлечься от суеты всякой а если вот мы вернемся к спорту то какими тренировками ты именно занимаешься может быть упражнения по свету же для наших телезрителей какие-то упражнения для пацанов турник брусья приседания али девочек девочкам только низ надо качать нормально еще больше ничего и зачем девчонки бицепс допустим бизнес а как для тебя важна ли фигура у девушки да мы как поняли это все-таки попада должна быть где еще критерий может быть у девушки к тебе важны доброта хозяйственность наверное да чтобы дома было все хозяйственность теплота вот как обычно должна уметь конечно а сам ты готовишь никогда ничего я могу сутками голодный сидеть если пока мне кто-нибудь не принесет не приготовит то есть вообще не мужское тело готовка тема на ру тв 9 февраля в эфире телеканала ру тв стартует новое интерактивное шоу блогер чат вас ждет все о блогерстве и секретах успехов сети и конечно же интересные челленджи и подарки от телеканала ру тв ислам а как ты считаешь важно ли артисту вести свой блог вот с концертов например снимаешь блоги выкладываешь на youtube да конечно снимаю есть у меня на ю тубе блог называется три города за три дня то есть мы объехали три концерта за три дня и там примерно можно посмотреть почувствовать атмосферу артистическую так как мы двигаемся перелеты как мы передвигаемся между городами а тебе легко вообще снимать эти влоги и быть блогером ну честно говоря энергозатратно конечно но иногда можно делать иногда нужно даже делать такое об самых монтируешь или есть большая отдельная команда которая монтирует выбирает материал что что насчет монтажа никому не доверяю кроме себя всегда все с каждого с первого клипа всегда сам монтировал даже не сам монтируешь сидишь за компьютером потому что мне отправляют готовый клип я его все равно перемонтирую вот меня он не устраивает ни в каком то есть все клипы ты себе снимаешь сам или все-таки есть какие-то режиссеры есть режиссеры но даже если есть режиссер но лучше смонтирую я сам много времени занимает это монтаж нет за один день можно справиться и и клипы такие миллионы набирают да при этом а самый дорогой клип у тебя сколько стоил наверно миллион миллион самый дешевый 5 тысяч кстати который 5000 он где-то 10 раз больше просмотров 5000 рублей вы как вообще на что снимали на телефон нет на камеру короче бензин дорога и этот сказал операторы круче чем мы там горит снимали особо ничего не сняли чисто по дружбе от монтаж я уже сам сделал у нас кстати зрители пишет для себя вопросы и я хочу вот зачитать себе вопрос отца бешпет она пишет здравствуйте моего сына тоже зовут ислам он сейчас смотрит вас и хочет стать певцом в ютубе ищет ваши песни подпевает большой ваш фанат ему 7 лет какие бы советы вы ему дали вот какие советы ты дашь маленькому исламу маленькому исламчику я бы дал совет сначала записаться куда-нибудь на спорт потренироваться чтобы у него был характер стержень даже в шоу-бизнесе нужен характер здесь тоже как джунгли закон джунгли да ты тоже должен уметь с кем как общаться то есть я бы ему посоветовал до 12 лет потренироваться потом можно уже пойти попробовать записать одну песню как раз у него уже может сформируется голос там уже видно будет то есть сначала спорт а потом уже все творчество а маленькому себе бы ты какой совет дал если повернулся назад прошлое сказал бы молодец красавчик все правильно обнял бы есть еще вопрос твоя самая крупная покупка самая крупная может быть дорогая с последнего гонорара куртку себе за 800 тысяч который нифига не одеваю купил и повесил почему не одеваешь я снял снял ее в одном клипе ты покупал для клипа и для жизни я думал для жизни но когда я начал в ней ходить снимать клип она весит килограмм 5 это ну то есть карманы тяжелая и неудобно мне двигаться потому что даже для выступлений когда в общем я поднимал руку вверх здесь такую тяжело глыба такая и поэтому короче я решил ее просто повесить тема на ру тв 9 февраля в эфире телеканала ру тв стартует новое интерактивное шоу блогер чат вас ждет все о блогерстве и секретах успеха в сети и конечно же интересные челленджи и подарки от телеканала ру тв ислам а как ты считаешь важно ли артисту вести свой блог вот концертов например снимаешь блоги выкладываешь на youtube да и конечно снимаю есть у меня на ю тубе блог называется три города за три дня то есть мы объехали три концерта за три дня и там примерно можно посмотреть почувствовать атмосферу артистическую так как мы двигаемся перелеты как мы передвигаемся между городами а тебе легко вообще снимать эти влоги и быть блогером ну честно говоря энергозатратно конечно но иногда можно делать иногда нужно даже делать такое об самых монтируешь или есть большая отдельная команда которая монтирует выбирает материал что что насчет монтажа никому не доверяю кроме всегда всегда все с каждого с первого клипа всегда сам монтировал даже или сам монтируешь сидишь за компьютером да потому что мне отправляют готовый клип я его все равно перемонтирую вот меня он не устраивает то есть все клипы ты себе снимаешь сам или все-таки есть какие-то режиссеры есть режиссеры но даже если есть режиссер но лучше смонтирую я сам много времени занимает монтаж нет за один день можно справиться и клипы такие миллионы набирают да при этом а самый дорогой клип у тебя сколько стоил наверно миллион миллион самый дешевый 5000 кстати который 5000 он где-то 10 раз больше просмотров 5000 рублей вы как вообще на что снимали на телефон нет на камеру короче бензин дорога и этот сказал операторы круче чем мы там горит снимали особо ничего не сняли чисто по дружбе от монтаж я уже сам сделал у нас кстати зрители пишет для тебя вопросы и я хочу вот зачитать себе вопрос отца бешпет она пишет здравствуйте моего сына тоже зовут ислам он сейчас смотрит вас и хочет стать певцом ю тубе ищет ваши песни и подпевает большой ваш фанат ему семь лет какие бы советы вы ему дали вот какие советы ты дашь маленькому исламу маленькому ислам чеку я бы дал совет сначала записаться куда-нибудь на спорт потренироваться чтобы у него был характер стержень даже в шоу-бизнесе нужен характер здесь тоже как джунгли закон джунгли да ты тоже должен уметь с кем как общаться то есть я бы ему посоветовал до 12 лет потренироваться потом можно уже пойти попробовать записать одну песню как раз у него уже может сформируется голос и там уже видно будет то есть начало спорт а потом уже все творчество а маленькому себе бы ты какой совет дал если вернулся назад прошлое сказал бы молодец красавчик все правильно сделал обнял бы есть еще вопрос твоя самая крупная покупка самая крупная может быть дорогая с последнего гонорара автомобиль куртку себе за 800 тысяч которые нифига не одеваю ого купил и повесил почему не одеваешь я снял снял ее в одном клипе ты покупал для клипа или для жизни я думал для жизни но когда я начал в ней ходить снимать клип она весит килограмм 5 это ну то есть карманы тяжелая и неудобно мне двигаться потому что даже для выступлений когда в общем я поднимаю руку вверх здесь такой тяжело глыба такая и поэтому короче я решил ее просто повесить тема на ру т.в. долгожданный сюрприз на телеканале ру т.в. ислам и тляшев с песней кобра красивая а внутри кобра добрая ласковая так зацепила улыбка твоя погубила не спросила укрыла коварная ты не любила любовь твоя пролетели ночи как и дни время как любовь даже а горит я тебя красивой называл и с тобой просто я играл но потом и красивая а внутри кобра добрая ласковая так зацепила улыбка твоя погубила не спросила укрыла коварная ты не любила любовь твоя я пролетели ночи как и дни время как любовь даже а горит я тебя красивой называл и с тобой просто я играл но потом узнала мою суть и смогла мой мир перевернуть и сама ты счастье отняла сгубила красивая а внутри кобра добрая ласковая так зацепила улыбка твоя погубила не спросила укрыла коварная ты не любила любовь твоя я красивая а внутри ковра добрая ласковая так зацепила улыбка твоя погубила не спросила укрыла коварная ты не любила любовь твоя я любила все во мне смогла про свою любовь не собрала видел это все в твоих глазах и хочу прощать тебе сказать глупо я знаю твою суть не могу твой мир перевернуть только не звони ты мне прошу а что делать дальше я решу красивая а внутри кобра добрая ласковая погубила не спросила улыбка твоя ты не любила, не спросила улыбка твоя красивая ясная õ Jude Jong-un rato Ислам, спасибо большое за такое выступление. Это подарок от нашего партнера «Цветочки». Спасибо тебе огромное. С вами была Ксения Акчурина, Ислам Итляшев. Всем пока. Пока. Тема Нару ТВ